Итак, первый метод подвижного соединения костей, вроде разобрали, связь, взяли кучки волокон от одной кости к другой кости, привязали, связь оказывается подвижной и достаточно прочной, но и второй метод, да? Вот так же это пускай, для нас коды. Вот, 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 сейчас об этом, сейчас об этом пойдет речь. Для того, чтобы с этим разобраться, еще раз, был уже предложен другой способ подвижного соединения двух карандашей. Первое, связать веревочкой, а второе, скотч. Смотрите, как делаю. Беру леночку скотча, так, положил на нее два карандаша сразу, оставив небольшой заговорочек, и начинаю накручивать скотч на оба карандаша. Что я кучу? Тоже веревку. Нет. Веревка соединяет две кусти в одной точке. Вот так. А если снаружи на тот скотч? Если снаружи на тот скотч, я кучу вот что. А если снаружи на тот скотч не сделать? Вот так и вот так. А при этом скотч приклеился вот здесь скотч? Да. И здесь приклеился. Да. Вот такая конструкция будет называться суставная сумка. Второй метод соединения костей – суставные сумки. При этом. Чем будет заполнена полость внутри суставной сумки? Вот эта полость. Желтая. Что здесь будет? Жидкость. Как раз вот здесь и находится суставная. Внутри суставной сумки. Так что у сумки несколько задач сразу. Она ее соединяет костя и создает полость для нахождения суставной жидкости. И вот теперь общая правила. Так. Вот такое двойное крепление и связку, и суставную сумку имеет только самый мышечный сустав в нашем теле. Допустим, коленный сустав. В нее падает огромная нагрузка, даже когда вы просто стоите. А вот когда вы бегаете или прыгаете, то и грешает все со стороны. Так. Зазобедренный, плечевой, все эти суставы имеют вот такую конструкцию. Так. А вот допустим, сустав пальца, суставная сумка будет обязательно, она у всех суставов есть. А внутренние свяжки нет. Так что все суставы обязательно имеют суставные сумки, а внутренние свяжки нет ни у всех суставов. Хорошо. Имея такую вещь, можно свободно двигать костями в определенном пределе. А вот теперь. А есть некоторые места в нашем теле, где стоит следующая задачка. Надо сохранить подвижность. Подвижность нужна. Но в 10 раз важнее становится прочность соединения. Какая может произойти неприятность сустава? Значит. Дело в том, что в латвистой ткани, хотя немножко, но с тяжелой. Если вы неверно поставили ногу, то возникает огромное усилие, которое будет толкать статную голову не в соседу, сосед этот выдержан, а вот так в сторону. Что произойдет? По суставам. Вот эта ситуация будет называться выверг сустава. Когда две статные поверхности теряют контакт друг с другом. Так? Значит. Одна косточка смещается по отношению к другой. После того, как смещение произошло. Вот теперь нормально двигаться сустав может быть? Нет. Нет, не может. Так? Если выверг произошел с очень большим усилием и под очень нехорошим углом, то может не выдержать статная сумка. Что с ним произойдет? Может разорваться. Вот это тяжелая травма, это очень тяжелая. Разрыв статная сумка. Здесь же совершенно необходим врач. С выдохами. С выдохами иногда можно справиться самостоятельно. Особенно люди, у которых формируется так называемый привычный выдох. Они хорошо умеют с ними обкатиться. Вот скажите, у вас кости встали вот в такое положение, да? Нормально работать сустав не надо. Все перетянуто жутко. Эту головку упираем в обратно. Надо просто раздвинуться, а надо оттуда лучше. Значит, если вы начнете вот так вот двигать, да? Первое, что вы сделаете, это вы разрушите вот этот кусок с стороны поверхности. Вода чуть-чуть раздвинулась? Вот, вот, вот. Надо просто раздвинуться так. Вот так. Раздвинуться, отпустить. После того, как вы раздвинули, у вас увеличилось ширина этих щелей. А после того, как впустили, за счет упругости суставной сумки сустав встанет на своем. Так? Начал. В результате выбитое пальцы, ну, при бедности в бомбе, допустим, в волейбол, исключительно часто бывает, человек там неудачно принял уменчик, неудачно упал, большой палец или указательный, средний, палец взял и вот так вот сместился. Совершенно непонятным углом. Выбился с палец. Ну, то есть, могло что-то произошло. Что делать? Берете пальчик, тянете его к себе. Рукой на себя, пальчиком к себе. И отпускает. Вот. Поначалу это выглядит страшно, конечно. Ну, такие простые вещи, в общем-то, человек способен сам помогать себе. Простые вещи. Но опять представьте, что произойдет, если у вас такая неприятность случиться с позвонками. Выбег позвоночника. Да, ладно. Сам, да, если это касается нового мозга, то будет очень плохо. Значит, первая, самая страшная штука. Действительно, внутри канала позвоночника проходит спинной мозг. Канал, это такое постяное кольцо, внутри которого идет спинной мозг. Вот канал одного позвонка, а на один следующий позвонок. Канал второго позвонка. Вот это. А теперь, вы взяли, сместили один позвонок относительно другого. Кольца сдвинулись. Что с спинным мозгом в этом месте? Он растянется. Да как же он растянется? Вот если бы ножницы не у кого с собой нет, парка ножниц, или парка, а сейчас мы сделаем на другом примере. Пум-пум-пум. Вот у меня такой шнурочек. Я из этого шнурочка делаю два кольца. Первое кольцо, видите? Кольцо жесткое, костюмное. И вот второе кольцо. Тоже жесткое, постюмное. В норме кольца лежат вот так друг на другу. Вот так, да? Значит, внутри проходит спинной мозг. Значит, мозг и спинной, и головной. По своей консистенции больше всего похоже на желе. Это желе. Отлично. Есть два спинных кольца, сквозь которых проходит желеобразный стержень. А теперь эти кольца взяли и вот так сместились. Разрыв. Если небольшое смещение, то просто ущемление травмы спинного мозга. А если сильное, спинной мозг в этом месте будет просто разрезан. А это не просто тяжелое, это тяжелейшее травма. Поэтому что надо обеспечить в смысле надежности связи позвонков друг с другом. Как они должны быть связаны? Так же крепко. Так же, как эти старые. Да, все крепко. Препко. Значит, еще раз я говорю, у каждого человека десятки раз за жизнь могут происходить вывеси, и ничего страшного при этом не будет. Но если один раз произошло смещение позвонков, то высказывает скорей всего дальше паралич. так же крепко, как сустав должен быть связан позвонок, еще надежнее. И существует второй вариант взаимосвязи костей. Он, правда, снижает подвижность, зато обеспечивает очень высокое надежное соединение. Как дела? Берем одну пузуку. Вот один позвонок. Вот лежащий под ним, лежащий над ним, лежащий еще выше. А между позвонками прослойка хряща, хрящевой царю. Это волокнистые хрящи, которые перерастают и к верхнему кнутому. хрящевая Вот так. И надо сказать пару слов о том, как устроена эта хрящевая волокнистая ткань. основа основа как у любого хряща, это очень плотное желе. Очень плотное, упругое желе. Но в случае волокнистая хрящевая ткань конструкция усложняется. Вот слой желе. сквозь него проходят волокно сверхпрочного и гибкого полка коллодеза. Название этого оказывается не обязательно, но по своим свойствам. На что больше всего похожее волокнистые на сверхтонкие стальные пробки. Просто ли порвать стальную пробку? Нет. Но при этом она гибкая. Она может гнуться вполне. Так. хорошо. Дикая, упругая и прочная наразрация. В результате вот теперь после такой склейки, когда мы между постельными позвонками поставили хрящевая подушка. Так. А теперь от каждого позвонка вот этот человек отрастает лицом к вам. От позвонка от каждого в левую и вправую идут отростки. Вот. А теперь если мы берем эти отростки и соединили допустим вот так эту парочку соединили мышцами. Чем? Мышцами. А, мышцами. И эта мышца сократилась. Что будет с короной позвоночника в один? Сторон. Сторон. Он найдется либо в сторону окна или в сторону двери? Берут вершину позвоночника. Конечно сторон двери. Вот эти два отростка сблизятся. А дело в том, что к речи будем теревать. С правой стороны вот эти две подушечки сожнутся. А с левой стороны не может расстаться. В результате у вас позвоночник примет вот такую улучшу. У него будет не вертикальная лочь, а он вот в этом нифтя и согнется. Хорошо. А если это может расслабиться с кратином то есть в другую сторону. Это уже не настолько свободное движение как суставы, но возможность движения сохранилась, а прочность связи многократно с расслаблением. Вот такая связь будет называться полуподвижная. Полуподвижное соединение костей за счет хрящевых подушек, за счет хрящевых вставок. Таким образом соединены позвонки в нашем теле и еще одно очень важное движение. Скажите, при дыхательных движениях форма грудной плетки у человека остается постоянной или меняется? Она же должна то расширяться, то сжиматься. А при этом ребра то у нас костяные? Да. Могут ли кости менять свою форму? Нет. А как же тогда сделать? Из жестких костяных ребер составить коробку, которая будет менять свою форму? надо сделать скрепление, чтобы они хотели относиться на друг друга. Да, к узловому щеку, каждое ребро и суставы. Оно может качаться. Но ведь они качаются, что будут все вместе, никакого изменения формы на третки не получится. то сжимают, то сжимают. Вот две книжки были. Ставлю между ними мышцы. При работе мышц книжки могут сблизиться, книжки могут разойти. Скажите, при этом форма пространства между книжками меняется или нет? Меняется только одно расстояние. Да, только одно измерение. А в грудной третке происходит другое. Там меняется кожа. Вот. Что-то и дело, что грудная третка у нас как с вами построена. Значит, каждое ребро начинается кастяной где, ведущие от позвонка примерно до этой точки. Где-то до центральной линии тела. А дальше спеется будет идти и хрящевое продолжение. Так, идет хрящевая ветвь ребра. От конца костного ребра до груди. То есть, каждое ребро наше с вами начало имеет костное, а завершение хрящевое. Следующее ребро начало костное, завершение хрящевое. Следующее. хрящевое ветви все вместе переросли в широкой достаточно костяной пластине, стоящей вот здесь, в середине груди. Она хорошо прощупывается. Вот, я по ней сейчас стучу. Кто знает, как называется эта костяка. На середине груди, как должно, от точек срастания ключица вниз. Грудина. Грудина. Все ребра грудной клетки стельки связаны с грудиной. Первые действия все будет точным. Последние два ребра свободные. Ну и смотреть, что получается. Задняя ветвь приор костяная, грудина костяная, а вот эти ветвя крещевые из улотистого шрифета. В результате вот эта часть ребра гибкая или негибкая? Она крещевая. Гибкая. Ребра сдвинулись относительно друг друга. Вот эта точка может уезжать в любую сторону. Крещевая ветка выдержит, она согнется. Поэтому при движении грудной клетки, при дыхательном движении, формы изменяются очень сложным образом. не просто раздвигания как раздвигают стенки, допустим, двусторчатая ракушка. Хорошо, двусторчатая ракушка может открыть створку? Может, может закрыть створку. Но формы самих створок меняются? Нет, не меняются. А у нас вовремя дыхательное движение? Меняются. Не только раздвигаются створки, но меняются окна. Хорошо. И так вот это полуподвижный контакт между ребрами и грудиной и между позвонками. Ну и наконец, третий тип соединения костей. Неподвижное соединение костей. Неподвижное соединение костей называется шок. Называется шок. А кто может объяснить, а почему это наш череп не из одной кости вот такой формы, а почему он действительно сложный измазаривный. Так через несколько занятий вы все черепы будете знать. На самом деле это не так сложно с ними разобраться. Их не так много. Но их больше десяти вот все они попарные рано или поздно попарные элементы остались будут. Но их много. А маленькие ребенка не сросшиеся при рождении не сросшиеся? То есть отдельные косточки между ними вакуны. Нет, есть соединение менее прочное получается чтобы рано при рождении не да, вы говорите про черепные роднички, которые есть у новорожденных у кода не только у чата у всех мертв петровича. Там идея даже не в том чтобы при рождении легче не парни расширили. Там идея совсем другая. В такой родничке я откуда они берутся. Давал и влашил. чтобы рост мух череп а то у вас будет просто шар никак не не рост а там соединение они могут просто изменяться немного. Идея совершенно верная высказана немножечко криво а так идея совершенно верная. Скажи пожалуйста опусти наши живые или мертвые? Мертвые мертвые да? Классно. То есть скажите пожалуйста вот этот стул живой или мертвый? Мертвый не живой? Ага. Если а по новому ножку ножка сама прирастет? Нет. Нет. Значит сращение переломов костей возможно? Да. Рост костей возможно? Да. Это стул сам вырастет нож? Нет. Вряд нет. Значит кости разумеется живые и как любая живая ткань они состоят их построили живые плетки